Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с художественным руководителем и главным дирижером Симфонического оркестра Колледжа Шопена, заслуженным артистом России Владимиром Рыжаевым. Здравствуйте, Владимир Геннадьевич! Здравствуйте, все уважаемые Ильи Константиновны! Я честно вам должна сказать, что вы один из самых желанных гостей, с кем мы хотели бы пообщаться. Спасибо. Поэтому спасибо большое, что вы согласились. И если мы начнем вот с самого детства, конечно, все уже вас знают как прекрасного, замечательного дирижера. Спасибо. Но не все в курсе, что ваш инструмент – это скрипка. Вот как вы взяли впервые этот инструмент, как вы пришли в музыкальную школу? Кто вас, может быть, привел туда? Насколько я помню, себя. Меня повела в школу мама, мамочка моя. Купили мне скрипку, потому что я почему-то сказал, что я пришел и стал кричать, что я хочу именно скрипки. Вы где-то увидели этот инструмент, как он выглядит? Ну да, да. И вот с этого все началось. У меня был прекрасный педагог в школе, Генрих Максович Фиш. Потом, значит, все это как-то длилось, увлеченно. И потом я поехал в Москву, вступать в Мерзляковское училище. В 14 лет я один остался в Москве, в общежитии. И моими педагогами стала Майя Самона Глизарова и ее ассистентка Боярская Наталья Константиновна. В чем она состояла сущность? Вот когда я взрослел. Когда я взрослел, учился играть на скрипке, в какой-то момент я стал понимать, что я ничего не знаю, кроме гамм, этюдов, дон, тараде, мукоприсов, погонений, какой-то узкой скрипичной литературы. Это великая скрипичная литература, это великие концерты. Вы сейчас говорите про учебу в школе музыкальной и уже в училище. Да, на время уже в колледже. Тьфу, да, тогда это было училище. Я пришел, что я знаю, что я ничего не знаю. Пошел я на солярию Старковского и услышал там хоральную прелюдию Баха «К тебе вызывай Господь мой Христос». И после этого скрипка закончилась для меня внутри, понимаете? Но по инерции я все еще продолжал как бы ей заниматься. И вы поступили в консерваторию у нас как раз в скрипке? Да, поступил, а потом мне пришлось все-таки совмещать в связи с болезнью правой руки еще хоровое дирижирование. Учаясь в училище Межляковки, я, естественно, пришел на оркестр к профессору Леониду Владимировичу Николаеву. На первый урок, на первую репетицию, забыл дома скрипку. Замечательно. Я подхожу к Исту, я говорю, а кто дирижер? Он мне говорит, вот стоит мужчина. Я смотрю, стоит огромный человек, величественный. Я подхожу, упираясь к животу. И спрашиваю, простите, вы дирижер? Он говорит, да, я. И после этого я пошел к Артыновой, Ларисе Леонидовне, директору училища. И просил Ларисе Леонидовне, я хочу заниматься у профессора Николаева. Она говорит, деточка, придешь через две недели или через неделю. Я готовился к этому моменту, не знаю, не спал, не ел. Потом в назначенное время прихожу, сижу в приемной. Четыре часа проходит. Никто не выходит, не заходит. А профессор Николаев разговаривает с Ларисой Леонидовой. И вдруг открывается дверь, выходит Николаев Леонид Владимирович. За ним Артынова Лариса Леонидовна. Я бросился к ней и говорю, Лариса Леонидовна, ну как? Она мне говорит, деточка, свободных мест нет. И вот, закончив колледж, отслужив в армии, поступив в консерваторию, закончив уже консерваторию один раз, я встречаю Леониду Владимировича на лестнице, в консе. Я подхожу к нему и говорю, Леонид Владимирович, простите, вы помните меня? А он мне говорит, ну конечно помню. Я говорю, а можно ли к вам прийти, показать симфонию Шуберта, неоконченную? А он говорит, ну конечно можно. И вот с этого момента я пришел к нему в класс, поступил. Экзамен принимал в качестве председателя жюри Рождественского. Рождественский, Геннадий Николаевич, ну это очень знаменитый дирижер. Получается тот самый момент, когда вы в Мерзляковском училище встретили профессора Николаева. Да, прошло пять лет. Это был тот самый момент, когда вы поняли, что вы все-таки хотите стать дирижером. Момент был понят мной раньше. Вы знаете, еще маленький, в школе, в колледже. Я вставал после, ну просыпался утром, опускал ноги на пол и говорил, я буду дирижером. А, то есть это было детство. И так каждый день. Вот. А что касается, почему, я почувствовал, что его техника, вот для меня она совершенна. Это пластичные красивейшие руки, своеобразный выразительнейший язык. Вот способность его так глубоко говорить, что он заставлял себя слушать. И я хотел, конечно, поступить только к нему. И вы оканчиваете консерваторию на кафедре оперно-симфонического дирижирования. Да, уже второй раз. Да, уже второй раз. И поступаю в аспирантуру. При этом уже начинаете преподавать на этой кафедре. Леонид Владимирович взял меня своим ассистентом. Ну это преподавательская должность, в принципе. У Леонида Владимировича были и, так сказать, советские студенты, и очень много иностранных ребят-студентов. Там были англичанин, я помню, прекрасный совершенно дирижер, сейчас он в Англии. Пак Тейонг, он сейчас в корейской филармонической маркестере главный дирижер. Из Латинской Америки ребята. Вот, например, у Башмета до недавнего времени дирижировал его помощник, вторым дирижером, тот самый студент, который заканчивал Леонид Владимирович. Что говорить о сеньоре Борха, который учился и у профессора Николаева. И когда профессор куда-то там уезжал, я с ним занимался. Поэтому сеньор Борха считает своим учеником, и вот с этого момента тоже дружба. Ведь оркестр нашего колледжа ездил в Испанию около 10 раз. И вы оканчиваете аспирантуру. Аспирантуру, я остаюсь на кафедре. Да, вы ассистент профессора Николаева, вас уже вы дирижируете юношеским симфоническим оркестром. Разделение произошло, профессор дирижировал оркестром третьего, четвертого курса, а я оркестром первого, второго репетиционной работы. Он мне много очень давал дирижировать, и в этом смысле, вы знаете, наверное, мне можно позавидовать. Только Феликс Мендельсон Бартольди в 25 лет, в таком молодом возрасте, стал вставать к пульту и давать концерты. Я в этом смысле, в этом смысле возраста подобен Мендельсону. Абсолютно. Мне повезло. И вот у вас вся жизнь впереди. Какие у вас планы? Что вы хотели? Надо было учиться очень много. Жизнь была трудная. И вообще дирижер, это же профессия второй половины жизни всегда. Да это всю жизнь надо. На это всю жизнь надо положить. Отказаться от многого. Очень от многого. Смотря кто, как талантлив, чтобы вместить в себя какие-то науки. Почему? Потому что дирижирование – это не отбивание такта и не тактирование схем. Елена Геннадьевич, ну расскажите, как вы познакомились с Мереттой Джаттиной? Я знаю, что у вас есть очень интересная история вашего знакомства. Вы знаете, наше знакомство, оно подобно вот началу какого-то приключенческого романа. Что-то вроде «Острого сокровища», я не знаю. Я сижу в пристройке, ну пристройка – это такой зал сзади большой, да, кто был, да. Это место? Конечно. И репетирую с оркестром первого-второго курса. Репетиция уже подходит ближе к концу, идет. И вдруг открывается дверь, и заходит какая-то дама. И говорит мне, а что вы здесь делаете? Вообще-то это наше время уже. И тут во мне как будто блеснула молния. Все, кто знают вас близко, представляют, какого размера была эта молния. Я так, я ответил, что она выбежала из пристройки и хлопнула дверью. Я закончил репетицию. И вот с этого блеска, понимаете, молнии, разряда электрического такого тока началась наша большая дружба, которая продлилась вплоть до ее кончины. Мария Тажатова. Вы познакомились, и она предлагает вам прийти в только новое учебное заведение, которое еще никто не знал, создавать с нуля оркестр. Да. Оно произошло это так, что оркестр из одного курса создать нельзя. Поэтому мне пришлось ждать. Один год, второй год, пока не пришел четвертый курс. Сначала накопился первый, второй, третий. Из этого уже можно было делать оркестр. И вот в начале прихода последнего, четвертого курса, я был уже официально приглашен, вот уже дирижировать оркестр. Оркестр тогда был струнный. Почему? Потому что колледж тогда очень был небольшой, и было только струнная и фортепианная кафедра. Отдела духовых инструментов еще не было? Не было. Отдела неударных, духовых не было. Вы создаете камерный состав оркестра колледжа, и очень быстро он становится успешным. Вы начинаете гастролировать. Я знаю, что вы ездили с оркестром в Тунис, и в Германию, и в Испанию. Вот расскажите об этом подробнее. Да, с удовольствием. Первые гастроли у нас произошли в Тунис. Тогда еще концертмейстером оркестра сидел Александр Сергеевич Кузовов. Там мы очень себя показали, в общем-то, с прекрасной стороны. С нами ездила Гришина Наталья Ивановна, Нали Радина Кишинская ездила. И гастроли прошли с большим успехом. И французская газета писала, что они молоды, они увлечены, они блестящие. И вот эта вот молодость оркестра, в общем-то, мы все были тогда моложе. Прошло 20 с лишним лет. Я хочу сказать, что в мое послеконсерваторское время, в моей жизни, огромную роль сыграли три выдающиеся женщины. Это Марета Тажатовна Челдранян, это Нелли Радина Кишинская, и, конечно же, Елена Ивановна Гудова, которая еще не была, естественно, директором, но преподавала в колледже. И мы вела активную концертную, так сказать, в смысле концертово-организаторскую концертов деятельность. И вот на этой почве мы уже давным-давно тоже как бы знаем друг друга. Владимир Геннадьевич, вы очень много гастролировали с оркестра, много путешествовали. Все мы понимаем, что в таких мероприятиях всегда обязательно что-то идет, так скажем, не по плану, не так, как нам бы хотелось. Расскажите какой-то интересный случай, который приключился, может быть, во время этих гастролей. Вы знаете, таких случаев было море. То есть вот не проходило и дня, чтобы что-то не случилось. Я вот могу, не знаю, как сказать, мы приехали во Францию. Значит, выступали за собором Парижской Богоматери, накрыли огромные тенты. Все это было, консерватория получала медаль ЮНЕСКО. Едем до центра Парижа. Пробка огромнейшая. Автобусы и машины так притерты друг к другу. Значит, Боря Розин, Борис Исаакович Розин, директор Большого Зала. Смотрим на часы, мы опаздываем уже, вот прямо впритык. В 7 часов начинается концерт, предположим. Уже без одной минуты 7. Первый играется Эгмонт, Бесховен, Вертюра. Дирижирует Зубин Мета. Боря Борисович Розин говорит, так, Эгмонт уже сыграли. Говорит, ну и так дальше. Владимир Ильич, ну многие знают, многие рассказывают, что вы довольно строгий преподаватель на уроках, но нельзя не отметить, что студенты вас очень любят. Вот как вам кажется, почему вызывает у них такую симпатию? Я ведь с юности думал о дирижировании. И приходилось взвешивать какие-то вещи. И понимать, пришло понимание, что это не то чтобы работа, а это жизнь. Я спросил Сергея Ивановича Кравченко, когда мне доводилось аккомпанировать Сергея Ивановича с оркестром Слободкина Павла Яковлевича. Я говорю, Сергей Иванович, а вот есть ли у вас хобби? Или только работа? А он мне говорит, Володь, хобби – это моя работа. И есть. Вот и все. Вот этим все сказано. Я к тому хочу сказать, что мы все выкладываемся на своей работе. Вот и до. Я могу сказать, что у нас в этом смысле замечательный колледж и коллектив. Но мне-то приходится работать с душами людей, причем несовершеннолетних. И души эти еще несовершенны в каком-то смысле. И, конечно, я ничего не подбираю, никакие слова. Я их просто люблю, как своих детей. Эту любовь, видимо, они чувствуют, ребята. Конечно. И так же вот и относятся ко мне. Хотя строгость необходима. Почему? Возраст переходный. Трудности возраста всем понятны. Вот. Но... Не все же, так сказать. И кнук надо, чтобы был пряник. Колледж Шопена – это колледж музыкального исполнительства. Здесь, конечно, обучаются на конкретных инструментах. Дирижирование здесь не учат. Но были ли ребята, ваши студенты, которые впоследствии выбрали свои профессии на дирижирование? Насколько я помню, в данный момент я знаю двоих студентов. Начну с того, что в училище дирижирование не может преподаваться по своей сути, что ли. Почему? Потому что это искусство, дирижирование, требует огромного синтеза очень многих знаний, которые в колледже, ну, в силу возраста невозможно достигнуть. Поэтому-то и почему, например, я второй раз поступал на симфоническое дирижирование. Другие ребята второй раз получают высшее образование, потому что считается, что вот к этому моменту только-только человек вот сформировался. Да, и подготовлен к этому. Что сказать о наших? Насколько я знаю, это Федор Безносиков, прекрасный скрипач, он тоже был концертмейстером оркестра. Учился у Татьяна Аркадьевна Ковязина. У Ковязина, у Татьяна Аркадьевна, впоследствии у профессора Иванова, консерваторика, и стал, насколько мы все знаем, его ассистентом, как скрипач. И вот второй раз он сейчас поступил на симфоническое дирижирование. И это вот, пожалуй, один из юношей. А второй человек – это девушка. Это пианистка, которая училась у Ирины Николаевны Габриэлова. Это Маша, Мария Шабашова, которая сейчас в Европе. И, так сказать, есть записи, где она сидя за клавесином, правда, таким образом дирижирует операми, ну, в основном барочных композиторов, там Генделя, предположим, там Юлий Цезарь, там Монтеверди, там, я не знаю, Возвращение Одиссея, вот, и так далее. Вот два человека. Но вот дирижирование как управление при помощи рук, которое вообще возникло в эпоху романтизма, вот это только Федя Безносиков, насколько я знаю. А как вы считаете, можно ли разглядеть музыканте-инструменталисте, что у него есть способность к дирижированию? Самое простое, в чем это выражается. Девушка или юноша, ну, в основном юноша, да, просто подходит ко мне и говорит, Владимир Геннадьевич, а я вот хочу дирижировать. Самое главное, иметь желание. У вас есть такие студенты? Вот, к сожалению, на 100% я сказать не могу. Да, они хотят, но вот объем тех предметов, что ли, которые, они перегружены, в общем, сейчас. Поэтому, поэтому, еще раз говорю, надо поступить сначала, закончить в консерваторию или вуз, а потом уже, имея только свободное время и специальные предметы, такие как чтение партитур и само дирижирование, уже заниматься дирижированием. Сейчас просто это очень им трудно. Но желание, скорее всего, есть. Потому что им все интересно. Они впитывают все, как губка. Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать настоящий дирижер? Вот специфическое ощущение, которое порождает само это искусство, такое понятие, как дирижерская воля. Или, можно даже сказать, так, как дирижерский императив. Императив – это такая повелительность. Вот умение руководить людьми с точки зрения, чтобы они абсолютно точно повиновались. Причем не криком, не административными мерами, а вот чисто внутренним музыкантским убеждением. Если в тебе это есть, это начало дирижерского качества. И вот хочу немножко даже зачитать из своего такого трактата о дирижировании. Вот я неоднократно присматривался к людям необыкновенным и одаренным необыкновенными способностями. И это навело меня на такой вопрос. Почему среди всех наук и искусств, искусство дирижирования, выдвинуло меньше всего замечательных представителей? Ну, если так разобраться. Мы увидим множество людей, множество военачальников, множество ученых, понимаете, множество, я не знаю, в любой отрасли, отличившихся в его захват. А у дирижирования – это несколько, ну, десятков имен, не больше. Так какую же причину мы можем предположить, почему так немного? Причина этого явления – при таком множестве учащихся, обилии учителей, высокой даровитости народа, в конце концов, и обширности, и огромная трудность самого предмета – дирижирования, в котором обширность и необходимо усвоить себе, кроме разнообразных музыкальных наук, разнообразные понятия, без которых беглость пальцев, при чтении партитуры или клавира, или движении рук при тактировании дирижерских схем бессмысленны и смешны. Необходимо не только отобрать способы воздействия на музыкантов и расположить эти способы по степеням воздействия, но и все процессы интеллектуальной деятельности человека необходимо подчинить одной определенной идее. Необходимо изучить все движения человеческой души, потому что вся мощь и искусство дирижера состоит в том, чтобы возбуждать, а где надо, и успокаивать души слушателей. Музыка – это энергетический процесс. Дирижирование – это тоже энергетический процесс. И вот наложение этих волн друг на друга, есть такое понятие физики, интерференция – волн. Но это я уже слишком… Но это можно понять. Это очень, на самом деле, просто. Наложение этих волн друг на друга и создает вот это вот совместное искусство воссоздания музыкального произведения. Дирижер энергетически увлекает музыкантов, музыканты начинают в зал отдавать эту энергию. И где-то там все это соединяется, понимаете. И вот возникает процесс исполнения. Вот почему люди ходят вживую в залы слушать, чтобы еще и это в себя питать. После этого я не могу вас не спросить, кто для вас эталон в дирижировании? Вы понимаете, вот в разное время, когда человек растет, в него какими-то периодами возникают свои эталоны и свои привязанности к той или иной фигуре или к тем или иным странам. Потому что в детстве все любят Древнюю Грецию, понимаете. Потом кто-то любит Древний Египет, кто-то Древний Рим, потом кто-то Средневековье, потом кто-то классицизм. Понимаете, вот и все это проходит, как бы все эти периоды истории человечества, мне так кажется, проходят вот индивидуально в каждом человеке, потому что человек растет. Так и здесь. Ну, конечно, это Гербер фон Караян. Это романтические дирижеры. Почему? Потому что дирижирование как управление руками, а не за клавесином или палкой-батутой, зародилось именно в эпоху романтизма. Мы, так сказать, плохо можем понимать и знать, как дирижировал, например, Сергей Васильевич Рахманович, но мы знаем, что он первый в России повернулся лицом к оркестру. А мы плохо можем понимать, как дирижировал Петр Ильич Яковский, хотя сохранились воспоминания современников, которые говорили, что это, может быть, было не совсем как-то как-то виртуозно, что ли. Но мы много знаем записей великих дирижерах уже ближе к нам. Это Караян, это Фурфенглер. Понимаете, это, я не знаю, можно перечислить очень и очень многих. Конечно, очень долгое время и сейчас является, это мой профессор Леонид Владимирович Николаев, я не могу об этом ни говорить, ни сказать. И, конечно, что-то берешь, что-то уже со временем как-то отсекается, что-то берешь у одного, что-то берешь у другого, если говорить о том, что брать. Дирижирование складывается из нескольких моментов. Это искусство управления при помощи рук, искусство интерпретации. И то, и другое. Вот как интерпретировать это сочинение, какой автокс сделать тому или иному солисту или группе солистов, как охватить всю форму. И не нужно забывать, что дирижер сам в какой-то момент становится произведением искусства во время исполнения. И люди-то приковываются к его фигуре. Абсолютно так. Вот. Понимаете? То есть все это нужно учитывать. И мне бы хотелось закончить наше интервью словами о сущности дирижерского искусства. Процесс познания сущности дирижирования необычайно труден. Перенесенный в качество художественного, образного мышления, процесс этот лучше всего определить образом восхождения в гору. Образ этот имеет вполне реальное при всей его в насыщенности романтической восхищенностью содержание в чувстве удивления, наполняющей открытые впечатления ум, в непрерывно длящемся обогащении сознания все новыми и новыми впечатлениями при каждом повороте, при каждом мгновении подъема. Великий гуманист Петрарко первый так убедительно засвидетельствовал это состояние в художественном его преломлении в знаменитом описании своего восхождения на Монт-Ванту с младшим братом, своим Герардо. Так верно определяя свое чувство восторга на последнем вершинном отроге, когда смотришь скорее сердцем, чем глазами. Про образы такого восхождения мы имеем в божественной комедии Данте, ибо чем ниже в процессе познания мы будем опускаться от самых общих понятий к конкретным и частным, исследуя их логикой, тем выше будет подниматься наш дух, преследуемый состоянием, описанным Дантой Петраркой, охватывающим нас при восхождении и подъеме, в состоянии, отражающемся в чувстве восхищения, наполняющей открытое впечатление сердце. За время своей творческой деятельности вы дали более тысячи концертов во всех престижных залах Москвы, России. Из них 100 в Большом зале Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Коль Шопена ежегодно выступает в этом зале, и, конечно, ни один концерт не обходится без симфонического оркестра под вашим руководством. Вот скажите, если сравнивать ваше внутреннее ощущение, когда вы выходили на эту легендарную сцену тогда, в начале своего творческого пути и сейчас, в чем разница? Есть ли она? Скажу на это вот так. Практически разницы нет. Вот я, когда юношей выходил на сцену Большого зала, я помню даже такой момент, когда мы делали ночную запись в Большом зале, и я совершенно остался там один. Оркестранты ушли, а мне уже нет смысла было ехать домой. Вот, никого нет, тогда это еще было можно, никто не выгонял никого. Вот это ощущение этого зала, как какого-то космоса огромного, оно мне вот осталось, вот до сих пор я это ощущаю. Я с восторгом выхожу на эту сцену, я туда выхожу, как будто я вхожу в храм. Вот такие вот только чувства у меня есть. Практически ничего не изменилось. Мне, еще раз говорю, мне очень повезло в жизни, если говорить с этих позиций. И хочется сразу тоже пригласить наших зрителей на юбилейный концерт Кольжа Шопена, который пройдет 22 октября в этом прекрасном зале, где будет звучать симфонический оркестр Кольжа под руководством Владимира Геннадьевича Лежаева. Пожалуйста, приходите. Конечно. Ну и в заключение, Владимир Геннадьевич, скажите, что бы вы могли пожелать своему родному Кольжу, в котором вы практически с самого открытия работаете, служите? Господи, ну, конечно же, процветание, счастье, такого же благодатного развития, вот это все преодоление всех трудностей, с каким-то таким очень позитивом большим. Уверенность, что мы идем правильно и к какому-то блестящему такому свету, я имею в виду музыкальная, духовная такая составляющая. Спасибо вам большое. Мы желаем вам процветания также. Спасибо вам. Успешных концертных программ, чтобы симфонический оркестр и дальше радовал нас на всех концертах Кольжа Шопена. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok